Это, получается, за счёт того, что тебя рядом была жила какая-то, и температура просто изменила эту часть породы. То есть, тут видны небольшие как раз зоны закалки. Вот здесь хорошо видны. Это как раз то, что ты говорил. Вот это явно зона закалки. Причём в шлифах особо непонятно, что является этим минералом, который даёт такой серо-коричневый цвет. В основном, кстати, возведёт воздействие на полевые шпаты. Там по ним происходит пилитизация более интенсивная, чем по минералам в серой части. Я привёз образцы с Магаданской области. Во время поисков на золото мы нашли интрузию среднего состава. Интрузия залегает в виде дайки, и вмещающими породами являются оливролиты. И здесь как раз таки образец контакта дайки и оливролитов. Вот вы видите распиленные образцы. С них делались препараты в виде шлифов и полированных шлифов, то есть аншлифов. При детальном минералогическом анализе мы увидели в них много сульфидов, и сейчас мы будем дробить их и выделять сульфидный концентрат. Из этого сульфидного концентрата мы надеемся при помощи химических методов установить какое-то содержание золота, возможно, которое там будет концентрироваться, как мы надеемся. Главная цель – это найти золото. Поехали. 107 грамм. Постараемся выделить все сульфиды, которые там есть. Единственное, там остались пометки от карандаша, я думаю… Нет, не страшно. Спарк очистит все. Так, кидать можно или как? Да, можно прям так, он же достаточно крепкий. Все. Ставим электрод. Большой. Большой и мощный. И будем ударять энергией разрядов напряжением 250 кВт. Система работает стабильно. Система опускает руку. Да, ничего страшного. Ничего не произошло? Почти нет ничего уже. А, уже все прошло. Отлично. О, о, о. То есть, мы видим вскрытие по каким-то кристаллоподобным граням, я бы сказал. Отлично. Григорий сливает водичку. Ее мы будем тоже отдельно отстаивать, чтобы нам не потерять ни одно зерно сульфидов, которое может, например, зафлотироваться. Как мы видим, водичка мутная. То есть, у нас все равно какая-то есть пилитовая часть, которая высвободилась в процессе электроимпульсной дезинтеграции. Вроде мы заливали белую воду, но чистую, прозрачную. Смотрим, что у нас получилось после скобы у нас суммарно было разрядов, ну, около 300-350 разрядов. Некоторая часть у нас осталась в фракции плюс один миллиметр. Я думаю, здесь, наверное, половина по массе. Все самое ценное прошло сквозь сито. Собственно, с этим материалом мы будем работать дальше. То есть, сделаем мокрый рассев, сделаем гидросепарацию. Попробуем сконцентрировать все сульфиды, которые там есть. Из сульфидов там должно быть перид. Перид. В основном перид. Может быть, ператинчик. В основном, только перид был. Только перид. Прямо там на тазик? А здесь у нас образец диапсиды из следянки. Вот этот материал содержит все скрытые сульфиды. Так. Мы всегда не теряем ни одного зерна. Для этого мы используем ту же самую воду, которая была в качестве сливного продукта после электроимпульса. И сейчас мы ей промываем материал при мокром рассеве. Пониже, пониже опусти. Пониже опусти. Да, чтобы не тяжело было. Только много работаем, что очень часто устаем работать в сидячем положении. И на этот случай мы придумали раскладушку. So the Alexander is very tired now. And he puts his body on the special place named раскладушка. And chilling out. Так, меняем ведерко. Отлично. Это поставим отстаивать. Я думаю, пока мы там делаем остальную часть рассева и гидросепарацию, она уже осядет. Может быть, посмотрим самую тонкую фракцию. Ну, там, скорее всего, будет практически ничего, либо очень мало. Так, вот это вот все вот после. Все, все. Потому что там осталось, а? Слушай, в принципе, тут уже все готово. Давай-ка, тарелочку или что-нибудь. Какую тарелку? Ну, не любую. Чистую. Она мне задала вопрос. Такой, типа, вот у вас в эпоху осадка накопления пропал силу. Типа, его нет. С чем это может быть связано? Либо не происходило осадка накопления, вероятно, ну, подобное вещество накапливало. Все, вообще большой вопрос. А вот тут ты не прав. Ну, слушай, нет. Есть еще один момент, почему силура может не быть. Почему? Потому что он весь денудирован. Тоже. То, что он накапливал, но либо был перерыв посадка накоплений там после силура, и ничего, весь денудировался, либо силур был, накопился маленький, и просто весь денудировал быстро. Итак, мы нашли первую золотинку на этом объекте, который никто-то нас не видел. Сейчас парни пытаются найти это на цифровом микроскопе. Это фракция 45-63 микрона. Как мы видим, мы получили очень малообъемный концентрат. Так. Музыки не хватает. Вот это не она? Ну, вот здесь что-то такое. Это не она, но похоже тоже. Да. А магнитную фракцию убрали, да? Да, она в стороне. Да, она вылежит там, себе, своими делами занимается. Ты очень резко поднял все, и я все потерял. Вот она. Приближай. Сейчас, да, я на центр выставлю. Сейчас опять пропадет, я тебе говорю. Вот она. Плохо видно. Цвет передача такая. Надо попробовать еще с светом поиграть. Типа, ну, пола сбила, почему-то у нас на этой китайской камере постарается. Соответственно, вот золотинка. В пределах этой фракции. Вот это похоже на кусочек перита такой отлиненный. Ну, три вижу. Такая пленочка тоже красненькая сейчас. Приблизить. Золото это всегда хорошо. Ну, слушай, вот по кайме идет красненькая. Цитаты из великих людей. По кайме идет красненькая, как будто бы какой-то медный сульфид. В ассоциации с сульфидами. Да, в центре такая золотистая. Понятно.